Здравствуйте, коллеги. Жаль, никого не видно. Было бы приятнее, если блицы еще были видны. Название вы все, наверное, уже прочитали. Компания Editorum занимается разработкой издательских систем уже не первый год. Множество клиентов по всей России работают в нашей системе. Судя по списку участников, среди участников тоже есть наши клиенты. Может быть, они что-то в вопросах зададут потом. Но, собственно, речь наша пойдет не столько про нашу систему, сколько про то, как ВУЗу правильно и эффективно организовать издательскую деятельность в текущих условиях. Для того, чтобы повысить свои наукометрические показатели и, как следствие, рейтинги как ВУЗа, так и ученых-сотрудников ВУЗа. Собственно, все эти стандарты, которые мы знаем с вами, ну и о которых слышали, они, в общем, известны и не являются чем-то сложным. Любой ВУЗ на текущий момент вполне в состоянии все эти требования, стандарты выполнять и эффективно ими пользоваться для своих целей. Единственная проблема в ВУЗах на сегодняшний момент, с которой мы сталкиваемся, связана с тем, что даже на уровне руководства, которому, казалось бы, результаты этой деятельности напрямую нужны, нет понимания, как эффективно организовать эту работу и как вообще эти инструменты использовать. Так, чтобы они комплексно работали на результат. На текущий момент у ВУЗов есть три основных инструмента для работы с наукометрией и для повышения этих показателей. Это журналы ВУЗовские, это ВУЗовские конференции и некоторые ВУЗы продолжают выпускать еще и книжные издания. Ну, в основном это монографии, реже работы для обеспечения учебного процесса. Наиболее массово распространены, естественно, журналы. То есть у большинства ВУЗов России есть свои собственные журнальные издания, которые так или иначе издаются и поддерживаются. Большинство, опять же, ВУЗов проводят постоянно мероприятия научные в виде конференций или каких-нибудь научных школ. Ну, или называют это по-разному, по сути, это все равно конференции. И по итогам этих мероприятий издают сборники материалов конференций, которые также публикуются, также потом выгружаются в РИНС, ну и все остальное. Книги сейчас стали исчезающим жанром, но все-таки в некоторых очень редких ВУЗах мы это встречаем. То есть фактически так называемая издательская деятельность ВУЗами ведется, но ведется она не централизованно. Постоянно мы сталкиваемся с тем, что даже журнальная работа не сведена воедино, а часто бывает распределена между совершенно непредсказуемыми сотрудниками. То есть это может быть кто угодно в ВУЗе. Совершенно точно конференциями занимаются вообще другие люди, которые с журналами дела не имеют никак. То есть они проводят конференции, организуют их, работают с подрядчиками, которые конференции организуют. И потом на последнем этапе работы вспоминают, что у них есть еще сборник материалов, и что его тоже неплохо бы издать. Ну и снабдить его всей необходимой наукометрической символикой и атрибутикой. Мало того, работой с наукометрическими базами, с выгрузкой данных вообще часто занимаются библиотеки. То есть они получают уже готовые публикации от издательских подразделений ВУЗа и занимаются так называемой технической, как кажется всем, технической работой по передаче данных в наукометрические базы. И библиографические. Это и РИНС, это и РНЖВАК, это присвоение до и выпуска данных в КРСРИМ. Вот всю эту историю очень часто, очень часто поручают библиотекам. В результате мы имеем тришкин кафтан, когда за рукав отвечает одна, одно подразделение одни люди, за пуговицы другое, за третью деталь третья, а в результате получается то, что получается. Собственно, вот об этом мы сегодня хотим рассказать о том, как, по нашему мнению, это лучше делать правильно и к чему приводит правильная работа при ее должной организации. На текущий момент все мы уже находимся в информационном веке и бумажная версия журнала, привычная всем, она в общем уходит на... Вообще бумажная версия научной публикации, она становится, ну, неким раритетом, можно так сказать. То есть практического применения для нее особо нет, ну, кроме как в руках подержать и с бумаги почитать, что часто бывает удобнее. Но с точки зрения наукометрии и научных коммуникаций, конечно, бал правит электронная версия. С другой стороны, это сильно упрощает работу на текущий момент и дает возможность фактически любому, даже малому, небольшому вузу организовать работу в соответствии со всеми самыми лучшими стандартами и практиками. Потому что исчезает необходимость содержания большой редакции, работы с полиграфическими подразделениями, верстки для печати и так далее. Ну, и, по крайней мере, такой серьезной верстки. То есть можно сосредоточиться на контенте и технические вопросы можно решать с помощью существующих и доступных всем инструментов. Когда мы говорим про сайт, то фактически действительно сайт является тем самым журналом. То есть на текущий момент, когда мы клиенту, нашему читателю предлагаем ознакомиться с публикацией, мы направляем его на сайт. И, в общем, другого пути уже не будет. Я совершенно откровенно всегда говорю, что хоть я и вырос из создательской деятельности, всю жизнь не работаю, и начинали мы только с бумаги. Теперь, на сегодняшний момент, бумага это просто культурный феномен, который принципиального значения для эффективной работы не имеет. Вся наша работа сейчас, вся издательская деятельность, она должна быть сосредоточена вокруг наших электронных ресурсов. И то, насколько эффективно и качественно мы эту работу организуем, и будет означать, приведет к, либо не приведет к нужному нам результату. Мы на своей практике постоянно анализируем результаты тех коллег, с кем мы уже работаем, либо кто к нам приходит за нашими услугами. Ну и, конечно, видим, с одной стороны, что ситуация медленно, но улучшается, но с другой стороны, если говорить о глобальном подходе, его, к сожалению, до сих пор нет. То есть, вся работа, что нас, что наших коллег по цеху, она, конечно, имеет свой эффект, но далеко еще нам до такого массового понимания издателями и вообще вузами принципов издательской деятельности в новых условиях и того, на что нужно обращать внимание, как нужно все организовывать. Можно я добавлю два слова? Да, конечно. Потому что эдитором делает сайт частью издательского процесса как раз проблема, которая была озвучена, о том, что различные подразделения занимаются разным. До сих пор сайтом зачастую руководят какое-то отдельное подразделение программистов, которым просто передается PDF-файл в какой-то момент, и если, не дай бог, поменялся состав предсовета, то никто не знает, каким образом можно его изменить. Вот, аудиторами это не так. Это как раз инструмент, который позволяет создавать журнал уже онлайн. Вы и получаете заявки от авторов через электронную редакцию, и заключаете с ними договор здесь, здесь же переписываетесь, и в итоге получаете номер, который публикуется на сайте. Это является результатом вашей работы уже в системе, а никак не отрывается от редакционно-издательского процесса. Михаил Николаевич. Да, и очень важно, что поскольку мы являемся разработчиком системы, мы ее сразу делали с ноля, не используя никакие западные инструменты. Многие, наверное, знают, что большинство российских журналов, кто что-то использует, используют канадский OGS, open source решение. Мы делали сразу с ноля, и мы делали для себя, как для издателей, когда только-только начинали все это делать. И задача была основная, это максимально упростить и автоматизировать работу, чтобы за счет автоматизации добиться, а, с одной стороны, высокого качества, с другой стороны, снижения издержек на подготовку номеров. Ну, в общем, у нас это, надо сказать, получилось и эффективно работает. Ну, в частности, крупнейшее научное издательство России, Инфраэм, работает в нашей системе, выпускает огромное количество публикаций. На текущий момент только монографии через нашу систему прошло больше четырех тысяч, не говоря уже про десятки журналов, которые обслуживаются в Инфраэм. И, насколько я знаю, всем этим огромным хозяйством управляются буквально три человека, что-то такое, с помощью нашей системы. Так вот, вернемся, собственно, к интересному, к занимательному. С чем мы сталкиваемся ежедневно, когда начинаем общаться с потенциальными клиентами, которые говорят, что вот же у нас же ДОИ есть, значит, нас найдут, к нам перейдут. На вопрос, а как ваш ДОИ узнают, ну как, он же у нас есть, ну а как, как ваш читатель узнает про вас, как он найдет, чтобы по ДОИ перейти к вам. И вот тут, собственно, люди начинают задумываться. Правда, этот мыслительный процесс нужно, в общем, направлять в нужное русло. Так вот, вся цепочка, которая обеспечивает нам с вами нужный результат, а нужный результат для любого, для любой научной публикации, в первую очередь, это цитирование. То есть мы все хотим, чтобы нас находили и нас цитировали. Вот любой научный издатель, любой ученый, он хочет именно этого. Чем мы хотим? Цитирование. Так вот, цепочка, чтобы вас процитировали, процитировал кто-то, она строится, с одной стороны, довольно просто, с другой стороны, она должна работать безошибочно на каждом этапе. И это крайне важно. То есть вас должны найти, перейти к вам, понять, где находятся, прочитать, после этого правильно технически процитировать вашу публикацию и после этого передать эти цитирования по назначению в нужные базы, чтобы, собственно, эта информация стала доступна для других потенциальных читателей. И только тогда, вот, если вся эта цепочка ни на одном этапе не сломалась, вот только тогда, собственно, мы получаем результат. Иначе, иначе ничего не будет. Когда я говорю о том, что найти, перейти, процитировать, в первую очередь, конечно, мы хотим, ну, не в первую очередь, у всех по-разному, но тем не менее, мы хотим, в том числе и международного, международной видимости и международных цитирований. Тут важно очень понимать два важных факта. Первый. Ну, все мы прекрасно, наверное, знаем, что есть библиографические базы, а есть наукометрические. Так вот, наукометрические базы, вот это прям, чтобы в голове отпечаталось навсегда, наукометрические базы существуют не для того, чтобы повышать ваши наукометрические показатели. Они существуют для того, чтобы их считать. Задача, нету задачи у этих баз повышать ваши показатели. Косвенно они могут на это повлиять, но основная задача – это обработка данных и расчет показателей. Второе. Самый простой и доступный инструмент доступа к читателю – это библиографические базы. И это непосредственно использование грамотного инструмента DOE, который, в общем, позволяет достучаться до читателя. Ну, и других инструментов, которые обеспечивают видимость ваших публикаций в интернете и в библиографических базах, в библиотеках. Вот, собственно, что важно. А не попасть, включиться, например, в скопус. Это, конечно, хорошо и очень почетно и важно для отчетности и дает там много других преимуществ косвенных. Но напрямую никак это на ваши наукометрические показатели не повлияет. Если вас не цитируют, то какая разница, кто эти нецитирования будет считать. Таким образом, если мы говорим про найти, данные должны быть видны в интернете и в библиографических базах. Потому что наши с вами потенциальные читатели, они, это ученые, соответственно, они пользуются как инструментами интернета по поиску. А для этого ваши публикации должны быть в удобном виде представлены просто в интернете. А это значит HTML. Ибо PDF это, в общем, не очень хорошо и удобно. Ну и самое главное, чтобы данные попадали в межбиблиотечные базы. Я всегда люблю приводить пример самой крупной международной базы. Это OCLC WorldCat. В которую включены все, без исключения, библиотеки штатов. То есть это и академические, и публичные, и все остальные. То есть любой человек, кто приходит в любую библиотеку в США и что-то ищет в каталоге, он ищет этого OCLC. Соответственно, вот давайте себе представим. Буквально вот вчера, я сейчас не буду уже конкретный пример показывать, но вы сами можете это легко проверить. То есть, значит, к нам обратился клиент, они до известных, до начала СВО работали с eLibrary по присвоению DOE. Но после этого не работали. Вот сейчас будем, собственно, налаживать этот процесс. И что вот мы представляем с вами, что вы работали, что вас DOE ввел на страничку вашей публикации на eLibrary. Как это будет выглядеть с точки зрения клиента? Значит, клиент приходит в библиотеку. Ну, допустим, я американский ученый. Я прихожу в библиотеку какую-то. Сажусь перед терминалом безбиблиотечным, начинаю в нем искать. Ищу я, соответственно, его CLC в каталоге. В каталогу CLC данные попадают из Кросрефа напрямую непосредственно. В данном конкретном случае попадает название, ссылки все необходимые, и попадает аннотация для организации поиска. Потому что ищется по релевантности. Ну, предположим, я занимаюсь достаточно широкой какой-то проблематикой, и я получаю в выдаче тысячи возможных подходящих мне публикаций. Ну, и опять же представим себе, что вот в этой выдаче чудесным образом наша с вами российская публикация оказалась в первых рядах. Человек нажимает на переход на нее, а переход осуществляется всегда по DOE. И попадает на страницу этой публикации на e-library. В принципе, можно для... WorldCat перестало открываться, потому что они через VPN сейчас только доступны. Но при этом данные все так же забирают, и книжки российские, и публикации российские покупают. Так вот, я нажимаю на перейти на PODOE и попадаю на страницу статьи на e-library. Что я там вижу? Я вижу кириллицу в первую очередь. Ну, хорошо, допустим, я эту кириллицу переводчиком перевел, либо мотнул вниз страничку, увидел, что там по-английски аннотация приведена. Ну, мне же надо ознакомиться со статьей как-то поподробнее, но все-таки хотелось бы прочитать. Нахожу я знакомое слово PDF на странице, нажимаю на него, на что мне сайт e-library на кириллице сообщает, что для того, чтобы получить доступ, надо пойти и зарегистрироваться. Ну, я думаю, что на этом этапе я уже точно сломаюсь и пойду искать другую публикацию, выдачу CLC. Я больше этим заниматься уже не буду. Ну, потому что... Ну, зачем? Да, я думаю, вы со мной согласитесь. Никто не будет упорствовать, если только вот данную конкретную публикацию прям очень не хочется получить. Но я себе с трудом представляю какого-то зарубежного ученого, который будет регистрироваться на e-library, чтобы получить текст полной российской публикации. Вот прям этот уникум... Медали мне дать нужно будет. То есть прочитать... Вот, все, мы перешли, но уже не прочитали. К вопросу о перейти. Поскольку большинство российских издателей не передает аннотации в Crossref, то поиск по библиотечной базе CLC осуществляет сток по названию. Соответственно, вероятность нахождения вашей публикации опять стремится к очень маленьким цифрам, не сильно большим ноля. То есть найти сложно. Даже если найти, перейдут, прочитать вряд ли смогут. Если прочтут, дальше следующее. Нужно процитировать. Как вы знаете, на большинстве зарубежных сайтов есть автоматический механизм генерации цитирований. То есть можно создать цитирование сразу по стандарту, принятому в зарубежном журнале, и его утащить. Важно утащить его, это цитирование, еще с указанием дои, чтобы они потом попали в мой... Ну, в мой смысле, если я сейчас выступаю от лица какого-то там зарубежного ученого, чтобы я свой журнал передал, а чтобы мой журнал выгрузил эти данные точно так же в международные базы, они учились. Вот вся эта цепочка должна безошибочно работать. И в этом смысле, ну, больше 90% сайтов российских журналов научных, они этим требованиям не соответствуют. И технология их работы никак не помогает решению, осуществлению вот этой вот цепочки для достижения радости взаимного цитирования. Именно вот организацией этой работы технической в том числе мы и занимаемся. То есть мы помогаем организовать этот процесс так, с технической точки зрения, чтобы цепочка, это цитирование, она работала эффективно и безошибочно. Может быть мы, если успеем, мы покажем на конкретных примерах, как, в общем, происходит переход и цитирование на наших ресурсах. Но в целом это все сделано очень просто, эффективно, понятно. То есть любой человек, перешедший на ресурс издания, работающего в нашей системе, он все сразу поймет, поймет все на английском, на русском, сможет эффективно прочитать, процитировать. В общем, все будет идеально, он не ошибется и не промажет никуда. И мы получим нужный нам результат. Михаил Николаевич, давайте, может быть, я поподробнее теперь вот все то, о чем вы рассказали. Но вы так говорите, как будто все знают, как ДОИ работает. Вот давайте расскажем детальнее, конкретнее. Да, начиналось с того, что найти статью. Каким образом ДОИ помогает эту статью найти, если вообще изначально это идентификатор? Его базовая функция – это идентифицировать какое-то произведение, обеспечить привязку цитирования. Но это действительно так. Но ДОИ нужен не только для этого. Существует множество регистрационных агентств, которые занимаются присвоением ДОИ. И одно из них – CrossRev, который предоставляет расширенный функционал, предоставляет больше возможностей. И как раз эти возможности помогают эти статьи находить. Дело в том, что CrossRev за годы своей работы накопил очень большую базу данных. Потому что для того, чтобы получить ДОИ, мы отправляем в CrossRev, ну или в другое регистрационное агентство, информацию о своих статьях. Эту информацию CrossRev накопил и сделает базу данных открытым для любых желающих. И теперь базы со всего мира берут данные из CrossRev и на этой основе создаются и Lens, WorldCat, Cilet и любые другие базы. Таким образом, если вы получаете ДОИ через CrossRev, то как только статья получает ДОИ, она оказывается во всех этих базах автоматически. Вам не нужно ничего делать, не нужно вручную передавать данные туда, не нужно писать туда заявки, потому что, как правило, эти базы не занимаются отбором, поэтому они очень объемные. Но так или иначе, эта ваша статья появится в больше, чем трехсотных баз по всему миру. И ДОИ – это очень хороший инструмент именно для распространения информации о статьях. Кроме того, есть такой механизм, как CrossRev CitedBy, который занимается подсчетом цитирования, но не только, а еще и отображением цитирования внутри системы. То есть, у статьи с ДОИ отображается список публикаций с ДОИ, которые ее процитировали. Это дополнительная видимость для статьи. Но важно, какие данные передаются в CrossRev, потому что есть обязательный минимум. Это выходные сведения. Но вы представляете, если ваша статья попала в огромную-огромную базу данных, какие шансы найти, если указано только название? Шансы достаточно небольшие. Есть более расширенный список тех данных, которые можно передавать в CrossRev, в том числе это аннотации и списки литературы. Конечно, если мы передаем аннотации в CrossRev, то статью найти становится гораздо проще, потому что больше информации о ней, больше возможностей совпасть с ключевым словом. И в списке литературы, соответственно, если мы передаем, то статья участвует в программе Sighted by, и она будет видна в статьях, которые цитируют. На слайде у нас представлен Participation Report. Это инструмент CrossRev, открытый любому желающему. Поэтому можно найти сведения, которые издательство передает в CrossRev. На данном слайде картина еще очень даже неплохая, потому что 97% аннотаций передавались. Скорее всего, 97%, потому что, может быть, есть еще какие-то слова главных редакторов, которым присваивались, дое, но у них просто нет аннотаций, поэтому эти аннотации передавались, поэтому не сто. Ну, а вот в списке литературы, как мы видим, references практически не передавались. У большинства, ну не большинства, а у очень многих издателей ситуация еще хуже. Передается только обязательные метаданные, и более того, о том, что можно передавать что-то еще, многие издатели просто не знают, и это, конечно, большой удар по видимости статей. Наша система позволяет передавать в CrossRev автоматически все, что вы загружаете в аудитору. Это выходные сведения, обязательный минимум, списки литературы, чтобы отслеживать цитирование, и аннотации, чтобы повысить поисковые возможности статьи. А также в Orkid, то это, скорее, такой небольшой комплимент для авторов, потому что, если вы указываете Orkid, отправляете Orkid в CrossRev, автору не нужно будет руками вводить эту статью в свой профиль, ему придет письмо, и если он согласится, статья автоматически добавится в ее Orkid. Ну и вот тоже то, о чем Михаил Николаевич начал говорить. Статью мы нашли, но затем перешли на сайт, и нужно обращать внимание на качество сайта. Во-первых, отдельная страница для каждой статьи. Это требование CrossRev. Опять же, очень многие присваивают ДОИ статьям, а затем выгружают на сайт один PDF номер статьи, и очень сложно в этом PDF найти нужную статью. Так ДОИ ведет на страницу. Статья уже здесь, не нужно копаться, искать. Как правило, людей интересует не весь номер, а конкретное исследование, поэтому человек уже не заблудится, не потеряется, точно все найдет. Для облегчения работы, это двуязычная версия сайта, чтобы каждая страница была и на английском. Тоже, опять же, до сих пор еще остаются сайты, которые заявлены, что имеют двуязычную версию сайта, но при переходе на английский мы попадаем в какое-то другое место. Не сохраняется страница, на которой мы находились. Например, мы пришли на нашу статью, ДОИ привела на страницу статьи, все хорошо, но страница на русском, мы меняем язык, и оказываемся на какой-то странице, где дана сводная информация о журнале на английском. То есть статью мы уже потеряли. Как ее опять найти, непонятно. Ну или вот, как говорили о e-library, для нас это действительно крупнейший, очень мощный инструмент, но, к сожалению, до сих пор он не имеет английской версии. Так как каждый день пользуетесь, наверное, просто не обращайте внимания, но факт остается фактом, об этом нужно помнить. Да, и заключение – это генерация ссылки для цитирования. Простая вещь, но это работает, потому что, как правило, авторы не указывают ДОИ, у наших авторов нет такой привычки. Они забывают, не знают, что это нужно, зачем, а здесь просто они кликуют, сгенерировать ссылку. Можно выбрать тип библиографического описания, по-разному они выстраиваются, но так или иначе во все эти библиографические описания будет подтягиваться ДОИ, что очень важно для того, чтобы потом это цитирование привязалось к вашему журналу. Скажу еще про именно сайт журнала. У нас сайт устроен таким образом, что он позволяет перемещаться внутри всего журнала, потому что PDF номера сковывает читателя исключительно в рамках этого номера. Как я уже говорила, не так часто сейчас читают журнальный номер от корки до корки. Гораздо чаще люди ищут материалы определенных авторов в определенной тематике. И как по принципу Википедии, когда можно перемещаться свободно внутри статей, до Википедии нам, конечно, еще далеко, но определенную свободу мы предоставляем. Можно переходить на страницу автора и видеть его публикации в этом журнале или в каких-то других журналах системы Эдиторума. Также можно просмотреть все статьи, вышедшие в данной рубрике, что как раз наиболее удобно для авторов, если они занимаются какой-то темой. Скорее всего, именно узкая рубрика будет им интересна. Есть вероятно, что заинтересовавшись одной статьей, они затем перейдут на какие-то другие статьи, рубрики. Может быть, те даже больше их заинтересуют. Ну, естественно, нужно посмотреть номер целиком, посмотреть цитирование. У нас отображается цитирование от Кроссрефа, кто цитировал эту статью. Также есть плавные переходы в Воркет и в Е-лайбраре для более полного знакомства и с журналом, и с авторами. Я могу сейчас расширить страницу, как раз показать, как это выглядит. Давайте сделаю, наверное. Вот страница одной из статей. Вот, допустим, представим себе, что мы где-то эту статью нашли и собираемся по ней перейти по ДОИ. Собственно, вот мы попадем, вот сейчас нажмем на ДОИ, смотрите, что происходит. Мы попадаем сразу на англоязычную версию данной статьи. Здесь вот видите, у всех авторов указано, ну, у кого из них указано, как связаться, все их там... Михаил Николаевич, скорее всего, он открылся в новой вкладке, и мы ничего не видим. У нас все осталось... Ага, сейчас, одну секунду, секундочку. Открывается он вот в таком виде. Сейчас видно? Алло-лло. Меня видно. Странно. А вот... Так, вот все было видно, вы их выключили. Все, еще раз открыл. Все нормально сейчас видно? Угу. Вот, то есть открывается вот такой вариант, то есть он открывается на английском. Соответственно, здесь можно ознакомиться со статьей, прочитать текст. Понятно, что он... Статья изначально на русском, но, собственно, перевести, да, вообще не проблема. Если я занимаюсь этой тематикой, я кликнул и перевел. Нажимаю цитировать. Все, система мне сразу в основных стандартах готовит, ну, и предлагает все, что угодно. В любом варианте, какой мне нужен, это цитирование утащить. И, кроме того, мы здесь с вами можем увидеть вот это вот, вот, видно, что статью через... То есть вот здесь показываются цитирования, которые прошли через CrossRev, через CitedByte. То есть вот эту статью... Здесь, правда, они сами себя цитировали, но тут важно понимать, что эти вот данные получены из CrossRev. То есть CrossRev проанализировал список литературы, отправленный по этой статье и по другой статье, и нашел, что вот эти две статьи друг друга цитируют. И вот здесь это показывают. Соответственно, если кто-то там еще процитирует и в CrossRev данные отправят, то здесь эти данные у нас обновятся. Вот, то есть я могу перейти, прочитать, понять, сгенерить в нужном мне формате ссылку, мало того, ну и, соответственно, связаться с непосредственно авторами, если мне это интересно, по моей основной деятельности. Вот так это должно работать. Все, возвращаемся тогда к презентации сейчас. Так, вот. Все, продолжаем. Настя, вы продолжаете? Да, как угодно. Так, стабильный рост. Дальше конкретный. Ну, Анастасия расскажет, да. Ну, конкретные примеры того, как работа именно с технической стороны. Ну, и какие плоды она приносит. Вот, например, журнал «Адаптивное кормопроизводство». Конечно, мы не знаем, что происходило в журнале в плане политики отбора рукописей, работы с рецензентами. Это все от нас скрыто, это тоже имеет большое значение, но мы говорим конкретно о технической составляющей. И вот работа с аудитором позволила избежать таких резких скачков, резких взлетов и резких же падений и привела к стабильному росту цитирования. Можно на секундочку? Обращаю ваше внимание, что мы приводим здесь один журнал, но проанализировали мы множество наших клиентов, картина у всех примерно одна и та же. То есть это не единичный результат, а это результат закономерный для всех клиентов. Очень часто любят нам говорить, что мы отечественный журнал, кому мы в мире вообще может быть интересны, да и не для нас, можем на это даже не рассчитывать. Вот пример российского дементологического журнала. Журнала, который ориентировал на российское право. И за три года работы с аудитором, это новый журнал, который создавался сразу в аудитороме, вот нашлись 12 цитирований стран со всего мира. И, как вы можете видеть, очень много Азии. Здесь и Китай, и Индия, и Вьетнам. И это всё, конечно, создаёт потенциал для международного сотрудничества. Так что, какой бы темы узкой или очень локальной не была тема вашего журнала, тем не менее, она может быть интересна в мире. И вас не будут цитировать зарубежные коллеги, если вы не будете представлены в мировых базах. А если этим заняться, результаты могут вас удивить. Также двое можно присваивать архивным статьям, потому что статьи цитируются в течение времени. Вот тут очень интересный слайд. Как статьи, вышедшие в 2019 году, вот отмечены они синим на этом слайде, цитируются и в 2020 году, и в 2021 году, а в 2023 цитирование статей, вышедших в 2019 году, даже больше. Поэтому не стоит списывать со счетов статьи, вышедшие какое-то время назад. Нужно, наоборот, продлевать их жизнь, продлевать доступ к ним, их видимость, работать с этими. И еще важную вещь скажу. Часто мы наблюдаем следующий подход. Вот, допустим, у ВУЗа есть пяток журналов, несколько конференций, еще что-нибудь, но при этом есть префикс DOE, они его присваивают. Как это уже не важно? Важно, что присваивают. И только у двух журналов. На вопрос, а почему все остальное не охвачено? Ну, эти журналы у нас так себе, зачем им присваивать? Вот здесь принципиальный момент. А не потому и так себе, что вы этим не занимаетесь. DOE как раз нужен для того, чтобы из так себе превратить в очень хорошо. Это во-первых. И во-вторых, CrossRev – это просто инструмент. Ему не важно, как вы относитесь к качеству своих публикаций. Это вообще не имеет значения. Важно, чтобы ваши публикации приносили вам цитирование. Поэтому надо использовать те инструменты, которые у вас есть для всего, а не заниматься выборочной работой. Да, Настя. Ну, слайд, который подводит итог, в общем-то, всему вышесказанному. Потому что понятно, что библиотеки бывают недовольны тем, что их заставляют передавать данные в РИНС. Журналы не хотят думать о генерации ссылок для цитирования. Потому что это, по сути, не их работа. Это важная часть. Но мы призываем освободить редакцию от всего этого и разрешить, наконец-то, работать с главным, со смыслами, с обработкой нового научного знания, именно того, чем и должен заниматься научный журнал. А мы предлагаем взять на себя всю техническую составляющую. Ну, или если вы будете делать это самостоятельно, обратите внимание на все, о чем мы только что сказали. Хотя, конечно, мы предлагаем готовое решение под ключ. И, используя эдиторум, вы получаете, во-первых, двуязычный сайт, соответствующий международным издательским стандартам, и вам не потребуется отдельный договор на хостинг. Вы не будете беспокоиться о том, где хранятся эти данные. Хранение происходит с нашей стороны. И при этом тоже очень часто беспокоится, как бы нам получить все назад, если что. По любому из вашего запросов мы можем хоть ежедневно выгружать вам все архивы. Вы будете дублировать где-то у себя. Также это система управления сайтом, не требующая навыков программирования. Интерфейсы все очень дружелюбные. Вы в любой момент можете доработать сведения, инструкции для авторов какие-то, добавить тексты про соблюдение этики, по рецензированию. Понятно, что жизнь журнала меняется. Может быть, вы готовитесь к включению какие-то базы, понимаете, что необходимо дополнить существующие сопроводительные тексты в журнале. Это можно сделать в любой момент. Любой из ваших сотрудников без обращения к нам это запросто сделает. Также мы предлагаем оптимизированную передачу данных. Там вопрос про НРДЖ, Анастасия, что не грузится автоматически. Как это не грузится? Автоматически не грузится. Мы предлагаем... А так, сейчас поподробнее я про все расскажу. Одним кликом мы передаем данные в Crossref. То есть, действительно, один клик в системе нажимаете, данные в Crossref передаются. Вы получаете до, и в Crossref ваши данные. К сожалению, мы готовы таким же образом настроить сотрудничество с любыми другими базами данных. Проблема здесь в том, что нужно согласие обеих систем. Crossref такое добро дает. Ринз и РНЖ нам такого согласия не дают. Но что мы предлагаем в случае с этими базами данных? Мы готовим XML-файл, который соответствует их требованиям. Соответственно, для Ринз и для РНЖ вы выгружаете файл. В файл для Ринз входит, если вы хотите, передаете и полные тексты, и рецензии, информация о рецензентах. Если не передаете, ничего не будет передаваться. То есть, это все настраивается. И то же самое касается РНЖ. Вы выгружаете XML-файл, и этот XML-файл загружается в РНЖ. Ирина, если у вас что-то не получается, если вы пробовали вылезать какие-то ошибки, или, может быть, вы вообще не знали об этом функционале, напишите, пожалуйста, нам. Мы вам все расскажем подробнее. Ну, то есть, это не один клик, да, это не один клик, а это несколько кликов и минута, например. Ну, не больше. Но так или иначе, вручную размечать, как предлагает артикл у своего Ринз, и тот же размечник метаданных в CrossRef есть, и в РНЖ, вам не потребуется. Это намного быстрее. У вас один раз прошла разметка данных при работе с сайтом, и у вас есть и на сайте, и в CrossRef, и в Ринз, и в РНЖ. И очень-очень важно упомянуть, я вот это говорил, но еще раз повторюсь, система наша сделана так, что автор при подаче заявки в процессе взаимодействия с редакцией выполняет огромную часть работы по подготовке метаданных произведений. То есть, это и аннотации, ключевые слова, и списки литературы, и подготовка текста. То есть, фактически, в процессе работы при грамотной организации у вас подготовка всего вот этого вот комплекса данных происходит, что называется, в рабочем порядке и без существенных трудозатрат, которые требуются отдельно потом для сайта, отдельно для Ринза, отдельно для РНЖ, отдельно для CrossRef. Нет, у вас все уже готово к моменту подготовки, готовой публикации, готового номера. У вас все данные уже готовы, их нужно только понажимать кнопочки, либо поотправлять, либо выгрузить и загрузить в Articulus. То есть, грубо говоря, загрузка номера в Articulus займет минуту. То есть, нажать «Сохранить файл», открыть Articulus, нажать кнопку «Загрузить файл». Все. До нас. Ну и последнее, это то, о чем мы сегодня не говорили, потому что тема нашего вебинара другая, но это полноценная электронная редакция, в которой, собственно, можно журналы создавать. Это система получения рукописей через личные кабинеты авторов, переписка с авторами, очень сложный модуль рецензирования, который мы долго создавали, учитывали всевозможные сценарии взаимодействия с рецензентами и с авторами. Это удобные инструменты для хранения документов всех в одном месте и для совместной работы редакции над номером. В целом, это все с моей стороны. Собственно, возвращаясь к теме о том, что текущее, существующее решение, ну и в частности наше решение, позволяет любой редакции организовать свою деятельность ничуть не хуже по уровню и по качеству, чем крупные издатели. На текущий момент вся автоматизация, которая есть, которой мы занимаемся, то, что мы делаем, она именно на этой направлена. Пусть вы не такие большие, как крупные научные издатели, там тоже инфраэл, но по сути дела вы можете делать все то же самое на таком же уровне, ничуть не хуже, а даже лучше. Вот это самое главное. И в этом смысле мы готовы помочь. Все от нас зависящее сделаем, и результаты вы, собственно, видели сегодня. и они говорят о том, что, в общем, это все вполне реализуемо, ничего сложного себе не представляет. Ну как, надо просто работать. Надо работать, делать свое дело, делать его качественно. Мы в этом смысле поможем. Если какие-то вопросы есть, то задавайте. Да, еще мы сейчас находимся в процессе активного уже практического тестирования. Правда, мы тут среди участников не знаем, есть ли вузы и издания, которые работают активно с математикой, в частности, с лотехом. Ну, мы сейчас запускаем еще отдельный сервис, который позволит журналом, работающим с лотехом. Тоже все делать в онлайне, собственно, подготавливать публикации, верстать и получать на выходе нужный результат. Модуль рецензирования. Анастасия, вопрос по рецензентам. Вы, наверное, лучше ответите. Могу предложить провести вебинар для ваших рецензентов, чтобы все объяснить, показать, как с этим работать. У нас на текущий момент, например, с этим же модулем работает большая конференция. Северо-Кавказское отделение Российской Академии Наук Астрофизики. Там очень огромное количество рецензентов, причем рецензенты все их и проблем не возникает. Мы можем подготовить инструкцию более подробную для вас. Хотя, не знаю, видели ли вы есть на YouTube инструкция именно для рецензента. Она довольно подробная, наглядная. Это видео буквально две минуты, которое существенно может упростить им жизнь. Из-за существующих проблем с YouTube мы перенесли это все на Routube и на это видео по-прежнему доступно. Так что система работает, люди в ней эффективно работают. Если кто-то жалуется, ну, надо просто научить, помочь, и, в общем, все будет хорошо. То, что рецензенты из базы не соглашаются рецензировать, ну, тут, собственно, согласие есть продукт непротивления сторон. Если люди не отзываются, значит, просто не хотят. И так, вопрос про какие меры следует принимать для обеспечения высокого уровня академической этики и предотвращения плагиатов в публикациях в возовских журналах. У нас в системе интегрировано два модуля проверки на заимствование. Один наш сокращенный, второй дает возможность подключить антиплагиат. То есть, если у вашего воза заключен договор с антиплагиатом, мы являемся официальным партнером антиплагиата, и мы официально подключим ваш модуль прямо внутрь системы. То есть, работа с заявками, взаимодействие с текстами, все будет автоматизировано, и все инструменты антиплагиата будут доступны прямо внутри эдиторума. Соответственно, вот, а все, что касается непосредственно таких глубоких вопросов заимствования и этики, вот прямо сейчас, если я мне память не изменяет, идет конференция у антиплагиатом. Через месяц будет, в октябре, могу. Да, будет конференция по как раз этим вопросам Анастасии, если что, подскажет. Как бы вы могли оценить долгосрочное влияние вузовских журналов и конференций на карьерное развитие ученых и их международное признание? Собственно, когда вы публикуетесь, важно понимать, как ваша публикация будет обеспечена со стороны издателя должным набором ноукометрических данных, насколько хорошо издатель взаимодействует со всеми базами, то есть, чтобы ваша публикация была действительно видна, чтобы ее возможно было цитировать. Вот это очень важный момент, потому что от этого непосредственно зависит то, какие у вас будут наукометрические показатели, как у автора. Чем лучше издатель работает с наукометрией, тем лучше результат. Ну, а если ученый занимается научной деятельностью, это его карьера на всю жизнь, собственно, за этим надо следить. Надо следить за тем, как ваш издатель работает с наукометрией. То есть, если вы видите, что вы передали публикацию, ее опубликовали, а в результате ваша статья висит в номере в едином PDF на русском языке на сайте, ну, очевидно, это, наверное, не тот журнал по техническим качествам, который, в котором следует публиковаться. бывает даже, что такое продолжается у журналов, включенных в большие наукометрические базы, но тут я вернусь к тому, что я уже говорил. Наукометрические базы существуют не для того, чтобы повышать ваши наукометрические показатели, они их считают, а цитируют вас только тогда, когда вас можно найти, понять, прочитать и процитировать. Ну, опять же, participation report, неплохо посмотреть, вот, то, что я показывала, от Crossref сервис, доступный абсолютно всем, выводите название издательства, издательство на английском языке, вы увидите статистику, что они в Crossref передают, опять же, до у них от Crossref или другого регистрационного агентства. Если для вас это важно, можете обратить внимание на этот момент тоже. Если журнал, если издатель выглядит, допустим, давайте я там сейчас покажу, как выглядит. Спрашивают про работу редактора, работу редактора мы не выполняем, предлагаем техническое решение для ваших редакторов. Частично, конечно, эту работу мы можем выполнить, с точки зрения технического редактирования и технической подготовки, такой сервис у нас есть, но непосредственно оценка рукописи, рецензирование это все работа редакции. Тут, естественно, мы предоставляем только инструменты для автоматизации этой деятельности. Мы можем оказать услуги по технической обработке, то есть, когда уже у вас собственно готовые номера и нужно провести техническую редактуру, может быть, корректуру, подготовку метаданных дополнительную, контроль выгрузок всех подготовка контента для публикации на сайте, проверка точнее, потому что всю эту работу на самом деле может и выполняет любая редакция в нашей системе, но если вы хотите кому-то это перепоручить, в частности нам, можем взять это на свои плечи, у нас такой опыт есть, мы так с некоторыми редакциями работаем, но в целом всегда все справляются сами и система наша делалась для того, чтобы всю эту работу от А до Я мог сделать любой сотрудник любой редакции безо всякой технической подготовки. Так, ну вот сейчас я для примера покажу, как выглядит participation report на пример той же самой инфра перевод перевод статей на английский сейчас я отвечу по поводу перевода на английский так, ну и чего демонстрация экрана out так, participation report вот это отчет по издателю в данном случае это инфраем вы видите списки литературы абстракты аффиляции передаются полностью практически стопроцентно по всем типам публикаций за все время мы можем посмотреть это больше 20 тысяч до и присвоено все это прошло через нашу систему и можем взять если хотите можем посмотреть как кого-нибудь конкретного если кого-то вы знаете можете сказать можем сейчас посмотреть на конкретном примере кому не страшно не стыдно можем глянуть давайте чтобы это не было такой тайной я пришлю просто ссылку в чат а вот российский девантологический журнал Лариса Викторовна предлагает посмотреть давайте посмотрим ну так это не журнал только а издательство нужно как там правильно так я пока пришлю ой все у меня набежало ссылку на вот этот отчет любой желающий дело в том что надо точно знать название издателя на английском языке в базе кроссрефа то есть я не могу посмотреть здесь по журналу мне нужно сначала найти журнал потом найти у этого журнала дои потом посмотреть по дои кто является издателем и потом сюда его ввести ну просто это будет не быстро займет какое-то время если это интересно мы можем с вами сейчас это осуществить собственно давайте я пока на вопросы отвечу так работа редактора в рамках договора ну да в рамках договора можем выполнять то есть я уже рассказал что мы можем какие меры принимать для обеспечения высокого уровня академический так плагиата как у меня тут потерялось все уже перевод статьи на английский язык значит я выскажу свою позицию она может быть будет несколько неожиданной но я считаю что заниматься полным переводом текстов статей на английский язык не имеет никакого практического смысла вообще а вот мне Анастасия прислала название издателя сейчас будет быстрее только мысль закончить а то очень провокационно прозвучало дело все в том что для эффективной видимости публикации в международных базах достаточно иметь название аннотацию и ключевые слова на английском языке ну и соответственно грамотно оформленный список литературы сам текст публикации он будет доступен вашему потенциальному читателю после того как он перейдет на вашу публикацию если это публикация на русском то в текущих условиях технических правой кнопкой мыши на экран перевести на нужный язык все а когда мы говорим о качестве перевода нужно понимать и вы я думаю практически все со мной согласятся если я ученый занимающийся данной конкретной предметной областью то даже подстрочного перевода мне хватит с избытком тем более что онлайн переводчики сейчас переводят очень хорошо то есть это просто лишняя трата времени сил и денег на бесполезную работу наличие у вас перевода на английский это просто ну что называется ваше желание технически это не имеет никакого смысла сейчас посмотрим на тевиантологический журнал значит вот у нас Санкт-Петербургский университет МВД ну и собственно вот все на лицо я думаю комментарии не нужны можем журнал отдельно вот здесь найти хотя сейчас в последнее время что-то у кроссрифа поломалось и да он не ищет сейчас по журналам здесь да российский звензологический журнал как раз вы показывали в презентации примеры работает с нами с 21 года то есть вот вот как это выглядит ну и можем я не знаю ну скажите что-нибудь вот есть у кого-нибудь вот металлург издатных их тут точно нет мы никого не обидим давайте посмотрим ну вот то есть по большому счету мало что передается абстракты когда-то передавались в каком-то куцем виде это мы с вами видим еще такой достаточно краткий срез а если мы пойдем копаться например по данному конкретному издателю о том как дои передаются куда ведут ссылки то то все будет еще хуже на самом деле кого еще мегаик кто-нибудь знает кто такие мегаик не знаю кого-нибудь обидим мы если посмотрим на мегаик я думаю что общую идею ну вот я не знаю кто такие мегаик ну вот 275 дои за все время за последние три года вообще ничего не передавали а то что передавали раньше ну можно сказать что ничего не передавали и в общем-то если вы любого российского издателя начнете здесь смотреть то в целом у большинства из них процентов 90 картина будет примерно такая же давайте я еще расскажу что касается рецензентов РНЖ если у вас что-то не работает что-то не получается пожалуйста в первую очередь скажите нам об этом мы с вами вместе найдем способ что можно с этим сделать если у вас есть какие-то идеи что не так там с системой рецензирования или вы не понимаете как передавать данные РНЖ или все что угодно еще чем терпеть страдать мучиться сообщите нам я вот в чат прислала почту на которую всегда пишите можете нам звонить в общем так или иначе мы открыты всегда к вашим обращениям и это является точкой роста и развития нашей системы в том числе так что пожалуйста обращайтесь я думаю что мы сможем вам помочь может быть еще какие-то вопросы появились если нет то можете потом обратиться к записи вебинара наверное будем прощаться тогда есть у кого-то желание чтобы мы посмотрели в частном порядке на то что происходит у вас в вашем ВУЗе и дали вам некую обратную связь да вы уже задавали мы на этот вопрос ответили и про редактуру и про ну да естественно в рамках договора за отдельную оплату то есть мы можем взять на себя работу редакции у нас это работа налажена в принципе у нас есть такие клиенты могу еще вас пригласить подписаться на наш телеграм-канал там мы рассказываем о новостях системы и разбираем какие-то новости отрасли так что подписывайтесь будем вам рады спасибо за ваши вопросы за внимание спасибо коллеги тогда Татьяна мы отключаемся все верно спасибо до свидания все до свидания коллеги до свидания